Шоу «Пять континентов» – беспрецедентный проект, незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры. Рязанскому зрителю уже знакомо творчество короля Манеж. И сейчас продюсерский центр Гии Эрадзе совместно с компанией «Росгосцирк» представляют абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных зрелищных номеров и аттракционов. Конва спектакля – это путешествие по пяти континентам. На одном Манеже Гии Эрадзе удалось собрать все части великих цивилизаций мира. Подробнее о том, что же привез Гии Эрадзе и «Росгосцирк» в Рязань, рассказали на пресс-конференции ведущие артисты проекта. Как начинаются репетиции, мы приходим на Манеж с маленькими медведями и просто с ними играем, как с детьми на детской площадке. И подмечая их способности, кто-то кувыкнулся, кто-то прыгнул, кто-то еще что-то, мы развиваем эти способности с помощью поощрений. Это сладости. Медведи – большие сладкоежки. И название, в принципе, произошло. Это ведает мед. Медведь. И за мед, за сгущенку, за сладости, за печенье они готовы еще два часа там плясать. Их порой еще с манежа не уведешь, потому что потенциал трюков огромный. И если мы, допустим, сделаем когда-нибудь именно медвежье шоу, ну, я думаю, часа на три получится. Медведи, конечно, любимцы публики. В шоу «Пять континентов» зрители познакомятся с невероятным количеством животных. Лошади различных мастей, канадские бизоны, величественные верблюды, матерые медведи, черные пантеры, большие тигры и грациозные леопарды. Меня очень часто спрашивают, как вы вообще, Наталья, выбрали эту профессию. Я очень часто на это отвечаю. Это не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня. Это моя жизнь. Наши репетиции проходят каждый день по два раза в день. Вот сейчас, в данный момент, открою вам небольшую такую тайну, что ко мне в этот город, именно в Рязань, 28 мая прибыли маленькие-маленькие подопечные тигрята из Ялты. Очень часто спрашивают, как вы их называете. Мы их назвали Крым и Ялта. Рязанской публике представят невероятные трюки воздушных гимнастов в постановке настоящего подводного мира. Вода и воздух на манеже цирка сплетутся воедино. Акробаты на дорожке покажут настоящий парад стран, демонстрируя единство и празднуя равенство. В образе невесты утонченная эквилибристка на зеркальном шаре продемонстрирует чарующее владение обручами. А пара силовых акробатов с немыслимыми трюками заставят сердца замереть. Коллектив является рекордсменом по количеству наград у артистов. Создатель шоу «Пять континентов» заслуженный артист России Гия Эрадзе. Обладатель множества высших наград, как российских, европейских, так и мировых цирковых фестивалей и конкурсов. Обладатель самой престижной цирковой награды мира – «Золотого клоуна». Обладает заветной статуэткой и Рустам Газаев, который в программе представит аттракцион с бизонами. Любить, жить с ними. Я взял Оскара, который самый большой сейчас, который под тонну весит. Он был месячный. Я его с машины вот так на руках достал и жил с ними. Я жил с ними где-то 8 или 10 месяцев, я уже не помню. Соской его кормил. У нас время ограничено, час на репетиции. С утра приходишь, здороваешься с ними и уже все. По глазам видишь то, что они не в духе. Все, репетиция отменяется. Есть вот такие мелочи, когда нельзя, вот, тонкая грань, нельзя перейти эту границу. Конечно, артисты Росгосцирка раскрывать всех тайн не стали, приоткрыв лишь краешек завесы в мир волшебного путешествия по пяти континентам. Премьера состоится уже в ближайшую субботу, продлятся гастроли только до 16 июля. Поэтому позаботиться о билетах на уникальное представление стоит уже сейчас.